Звёздный день 5.1.1.5.1.2. После уничтожения сенсорной установки в скоплении Арголис, Доминион стал не так активно противостоять нашим пограничным операциям. Однако, наряду с этими достижениями ясно, что на место каждого уничтоженного нами истребителя Джем Хадаров прибывают два новых. Я не могу не согласиться с генералом Мортоком, который называет достижения вражеской судостроительной промышленности впечатляющими. В настоящий момент генерал собрал большую флотилию клингонских кораблей и готовит неожиданную атаку на доминионскую судоверфь в Дазария Прайм. Однако, наши сенсоры дальнего обнаружения засекли большое скопление сил доминиона в районе клингонской границы. Отправив на атаку у судоверфи большую часть своих кораблей, клингоны будут не способны отразить это нападение, а потому необходимо предупредить их флот о готовящемся нападении, чтобы он сумел вовремя вернуться для защиты своей границы. К сожалению, мы еще недостаточно сильны для одновременной защиты обеих границ. В целях маскировки все корабли клингонов поддерживают режим радиомолчания, и только специальная установка сможет передать подпространственный сигнал, который достигнет флотилии Мортока. Однако, именно она станет первой целью кораблей доминиона, когда они достигнут клингонской границы. Мы должны использовать эту установку для того, чтобы отправить сигнал клингонскому флоту и защищать ее от атак доминиона до тех пор, пока от Мортока не будет получено подтверждение. О подтверждении вам сообщит бортовой компьютер. Уничтожьте первую волну кораблей Джемхадаров, которые будут пытаться разрушить ретрансляторы. Клингонский флот должен получить наше сообщение любой ценой. Помните, что для защиты максимального числа ретрансляторов вам будет необходимо разделить свои силы. От количества исправных ретрансляторов напрямую зависит скорость передачи сообщения. Для выполнения этой миссии вы получите один корабль Акира, два паралета и три корабля класса Сабля. Судьба клингонской империи находится в ваших руках, капитан. Четвертая миссия... Надеюсь, вы доставите сообщение вовремя. Четвертая миссия Стартрек в тени Доминиона на крыльях ветра. Задание. Доставить корабли к платформе и предупредить флот клингонов. Защищать орбитальную платформу до прибытия клингонского флота. Это первая по-настоящему сложная миссия, которая меня заставила очень даже попотеть. Мы возьмем... Поскольку нам кредиты позволяют, мы возьмем больше кораблей, чем нам этот мужик сейчас сказал. Больше и лучше. Значит, мы берем... Мы выжимаем максимум из тех денег, что у нас есть. Я уже проходил, пробовал разные варианты. И самый лучший вариант на 58 тысяч кредитов будет купить... Две киры... Акиры. Две акиры. И три паралета. Это, значит, корабли. Теперь их нужно прикритовать капитанами. Капитанов будем брать самых дешевых, потому что у нас нет денег на дорогих капитанов. Самых лучших из дешевых, так скажем. Вот смотрим характеристики. За 8 тысяч кредитов. Вот баба неплохая. И вот тоже баба, кстати. Значит, паралеты... К паралетам, слава богу, капитаны подешевле. Не 8 тысяч, а 3 тысячи кредитов будут стоить, потому что это уже капитаны второго класса. Как и корабли, собственно, второго класса. Так, что тут за 3 тысячи? У всех... Видите, какие характеристики жиденькие? 2, 1, 1. Ну, это ни о чем. О, 4, 2, 1. Вот это уже получше. Ну вот, 4, 2, 1. Значит, вот этого берем сюда. У кого 4, 2, 1, эти характеристики назначаем. Ну, естественно, чтобы... Выполнить невозможно. Так, друзья. По-моему... По-моему, это... О, черт подери! Я все сбросил опять. Нечаянно не то нажал. Значит, 2 Акиры. 3 паралета. Капитаны. Значит, для Акиры. Так, для паралетов капитаны. Тут дешевые. За 3 тысячи. Так. И вот здесь вот. А вот этот уже, видите, 4,5 стоит. Дороговато, прямо скажем. Дороговато. Выполнить невозможно. Выполнить невозможно. Выполнить невозможно. В этот корабль... В этот корабль капитана похуже. Придется выбрать. Вот. Так, капитанов назначили. У нас осталось 7387 кредитов. И вот тут вот очень важный момент. Нам нужно укомплектовать свои корабли мета-щитами. Мета-щит это... Мета-фазисная технология увеличивает мощность щитов без дополнительных энергозатрат. То есть, ваши щиты будут быстрее... То ли быстрее восстанавливаться, то ли они будут лучше превоспринимать урон. На каждый корабль у нас должно хватить по 2 щита. То есть, их можно до 8 там... То есть, их можно суммировать. На каждый корабль можно до 10 щитов. Но, естественно, по 10 мы позволить не можем. Но по 2 мы точно можем себе позволить. По 2 мета-щита. Это сделает наши корабли значительно более живучими. Слушайте, по 3 щита даже мы... По 3 щита даже мы, получается, сделать можем. Отлично. Недостаточно средств. Вот. И укомплектовали счетами. Недостаточно средств. И у нас осталось 387. Модулятор сколько? Полторы тысячи стоит. Дороговато. У нас осталось 387 кредита. Экипаж укомплектовываем. Значит, самым слабым кораблям, паралетом, значит, команду инженеров. Чтобы более живучими были корабли, инженеры ускоряют срок... Ускоряют время ремонта. Так, все. Все деньги мы потратили. Вот таким вот образом мы распорядились деньгами. Два паралета, три паралета, две Акиры, самые дешевые капитаны. И на оставшиеся деньги, на каждый космический корабль по 2-3 мета-щита. Другой победной тактики я не нашел. Я играл в эту миссию часа 2-3. Вот только так. Погнали. Так, назначаем... Назначаем две группы. Выбрана первая группа. Так точно. Первая группа пошла. Вторая группа. Это один корабль. Выбрана вторая группа. Значит, вот здесь вот треугольничек. Это планета Клингонов, куда нужно прилететь, привезти гонца, чтобы он сообщил о готовительстве нападения джет-харамов. Вот. И сенсорная установка. Ее нужно какое-то время удерживать, потому что она нужна для того, чтобы передать сообщение о надвигающейся беде. Как только сообщение будет передано, всеми силами возвращаемся обратно к планете и держим оборону до прибытия армии Клингонов. Выбрана первая группа. Тип атаки подтвержден. Так. Первая группа пошла, значит, к передатчику. А этот летит. Выбрана вторая группа. Этот летит по планете. Блядь, ты куда летишь-то? А, я ему не переназначил курс-то. Выбрана первая группа. Ну, это, в принципе, не беда. Успеем. Тонго. Обнаружено. Выбрана первая группа. Тип атаки подтвержден. Выбрана вторая группа. Так, прибыл он, нет? Где там этот? А, вот он. Передается сообщение. Направление подтверждено. Передается кодированное сообщение. Сейчас оно передаст, и мы отходим к планете. Тип атаки. Выбрана первая группа. Основное задание выполнено. Все, отходим к этой планете. Вражеский корабль уничтожен. Выбрана первая группа. Отходим на всех парах. Выбрана вторая группа. Так, где там? Вот эту хрень мы должны будем защищать. Выбрана первая группа. Вражеский корабль уничтожен. Временные лаги пошли. Ну, так бывает. Объединяем всех в одну группу. Создана первая группа. Выбрана первая группа. И ждем гостей. Ждем гостей. Вот этот кораблик тоже пускай ровненько станет. Исполняет. Блядь. Они все повернулись. Ну, ладно. Это, в принципе. Обратимся. Ждем гостей. Вот эту хрень нужно оборонять. Где она? Вон она. Направление подтверждено. ОП Клинконов. Летят. Это летят джем-харамцы. Выбрана первая группа. А там такие корабли, что мамы не балуй. Паралет. Выбран. Крейсеры третьего уровня. Выбрана первая группа. Так, вот они. Сканируем. И встречаем. Исполняем. Выбрана первая группа. Выбрана первая группа. Выбрана первая группа. Вот они летят, летят, летят. Выбрана первая группа. Направление подтверждено. Полный импульс. Выбрана первая группа. Быстрее. Ударный крейсер джем-хадар. Тип атаки подтвержден Так, начали отбиваться Тип атаки подтвержден Вражеский корабль уничтожен Выбрана первая группа Плечи Что они встали-то, я не пойму Почему они стреляют? Выбрана тип атаки Вражеский корабль уничтожен Тип атаки подтвержден Выбрана первая группа Вражеский корабль уничтожен Выбрана первая группа Тип атаки подтвержден Вражеский корабль уничтожен Так, пока отбиваемся Скоро клингонцы должны уже быть Корабли получают серьезные повреждения Выбрана первая группа Видите, вот эти вот отверстия в них Вот эти вот полоска черненькая посередине Это все повреждения Так, прибыли флингоны Но самое тяжелое все равно впереди еще Сейчас огромная толпа Крейсеров Вражеских И тут еще надо будет успеть Драпануть при случае, друзья Так, вон они Выбрана первая группа Ворта А, подождите Это клингоны пришли Слава богу А где эти наши друзья? Обнаружено Основное задание выполнено В принципе все Миссия это Завершена, но Я сейчас буду это Зарабатывать кредиты И опыт, который нам понадобится В следующих миссиях Так что Продолжаем держать оборону Ударный крейсер Джем Хадаров Сука А такой ударный крейсер Выбрана первая группа Выбрана первая группа Выбрана первая группа Выбрана первая группа При этом нужно При возможности Драпануть Выбрана первая группа Потому что Сейчас начнут нас Долбить очень серьезно Боевые крейсеры Это вам не шуточки Ну пока у нас вроде бы получается То есть мы Находим одну цель И все долбим По одному кораблю Одного за других С другим уничтожением Сейчас тут довольно удачно Все складывается А ведь так бывает далеко Не всегда Я эту миссию запарился Вражеский корабль Так Вражеский корабль Вражеский корабль Выбрана первая группа Вражеский корабль Уничтожен Так еще Четыре корабля летит Тип атаки подтвержден Выбрана первая группа Но тут уже попроще Тут не трейсеры Тут нарин класс 2 Выбрана первая группа Выбрана первая группа Тип атаки подтвержден Вражеский корабль Вражеский корабль Набиваем фраги Зарабатываем деньги Для будущего Выбрана первая группа Эпическое зрелище Вражеский корабль Уничтожен Так Отбиваемся Продолжаем Тип атаки подтвержден Еще пара кораблей Усиливаются носовые щиты Так Один из кораблей Вот этот Мне не нравится В таком он состоянии Я боюсь Что сейчас Ему надо будет драпать Параллель Выбрана первая группа Тип атаки подтвержден Вражеский корабль Вражеский корабль Уничтожен Отбиваемся Отлично мы Что тут еще осталось Сделать Еще есть желаю Сейчас Кто-нибудь прилетит К нам Нет Кажется мы всех Уничтожили Друзья Я заработал на этом Наверняка кучу денег Да Да Никого больше не осталось Всех мы перебили А клинконс то хоть остались Или я вообще тут один живой Нет Клинконс вон есть Следую указанным координатам Вон они Вирейл Спасибо за внимание Хотя почему спасибо Давайте Так нажмем клавишу победы И посмотрим сколько мы заработали 19 тысяч кредитов И 3,5 тысячи опыта Ну Я не знаю Наверное это нормально Вообще я думал что больше По моему при первом прохождении У меня было 20 с чем-то 23 тысячи Могу ошибаться Не знаю друзья 10 16 кораблей Я уничтожил Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok